Здравствуйте! В эфире субботняя информационная программа «Веси Карачаева Черкесия» в студии Мураджан Кюзов. К 327-й годовщине образования Кубанского казачьего войска и Дню Кубанского казачества. Сегодня в Карачаево-Черкесии пройдет ряд мероприятий. Первое начнется в 10 часов в Покровском храме Черкеска. Сегодня этой священной обители исполняется 180 лет. В церкви престольный день в связи с православным праздником Покрова Пресвятой Богородицы. Жители и гости республиканской столицы принимают сегодня участие в богослужении, а также в благотворительном обеде. Самым ярким моментом празднования будет крестный ход вокруг храма, в котором принимают участие духовенство многочисленные верующие и казаки. Богослужение уже началось, после в 10 часов состоится крестный ход. История Покровской церкви Черкеска и ее священнослужителей. Под таким названием вышла книга протоиерея Александра Нартова. Автор рассказал о своей работе над книгой и подписал автографы первым читателям. Подробности у Али Баташева. Долгое время считалось, что эту деревянную церковь в разобранном виде перенесли из Ставрополя казаки Хоперского полка. Тщательно изучив и проанализировав неизвестные ранее документы, протоиерей Александр Нартов пришел к другому выводу. Строили церковь, вот эту, которую мы знаем как Покровская, лишь в 1843 году. Она была построена в центре станицы Баталпашинской. И тогда это здание, эта церковь называлась Николаевская церковь. Позже она стала Николаевским собором. Позже, когда Никольский собор каменный появился в станице в 1901 году, то тогда эту церковь разобрали, благоговейно перенесли, собрали на этом месте, где она сегодня стоит. На презентации, которая проходила внутри здания Покровской церкви, отец Александр подробно рассказал о процессе работы над книгой. Шесть лет шел сбор материалов и работа с архивами, а сама книга была написана за девять месяцев. Она содержит биографические сведения всех священнослужителей Покровской церкви с момента ее основания до сегодняшнего дня. Текст сопровождают уникальные исторические фотографии. Интереснейшие документы были найдены в Ростовском архиве. Все, что там было и касалось нас, все было вывезено. И теперь есть у нас. Да, огромное количество материала, которое было найдено, мы его обязательно опубликуем и на сайте. И, может быть, отдельной, но уже не книгами, а как сборником, который будет доступен здесь в библиотеке Покровской церкви. Разные истории раньше мы знали о церкви, но батюшка провел огромнейшую архивную работу, работу в архивах. Так что труд огромный, очень ему благодарны. В процессе презентации отец Александр рассказал о некоторых иконах и реликвиях Покровского храма. Это крест 1842 года, хоругви 2-го хаперского полка, риза престола. По свидетельству старожилов, иконостас храма собран из икон, спасенных из взорвана в 30-е годы Никольского собора. Эти и другие интересные сведения были отражены в книге «История Покровской церкви Черкеска». Часть ее тиража уже передана в местные библиотеки и церковные лавки Покровской церкви и Никольского собора, неразрывно связанными между собой верой и историей. Али Баташев, Ринат Муков, Вести Крачаева, Черкесия. Сейчас о погоде на выходные, после продолжим выпуск. Субтитры подогнал «Симон» 4 ноября, в День народного единства, в Москве на ВДНХ откроется выставка-форум «Россия», которая соберет в одном месте все 89 субъектов страны, и все они покажут свои достижения – от природных богатств до высоких технологий и от древних традиций до современной культуры. Подробнее о выставке, ее программе и об участии Карачаева-Черкесии рассказал министр культуры республики Зураб Агербов. «Для нас прекрасная возможность показать, что из себя представляет Карачаева-Черкесия во всех смыслах, как с экономической, так и с культурной точки зрения. И мы здесь, конечно, стараемся по максимуму использовать эту возможность, чтобы огромному количеству зрителей, а действительно туда будет приходить по расчетам организаторов, несколько миллионов посетителей, показать рядом с остальными регионами наш. И мы запланировали ряд мероприятий, которые пройдут как на нашем стенде, а у каждого региона будет свой небольшой стенд, так и на больших площадках, которые будут заполнять регионы своими мероприятиями по графику. График у нас сейчас сложился довольно плотный. Мы обязательно проведем наш главный день региона, День Карачаева-Черкесской Республики, в который мы подготовили очень плотную, насыщенную программу, и в нее включили, конечно же, концерт, который покажет исполнительское мастерство наших артистов, как национальных танцев, так и вокалистов. Запланирован также День национального костюма, где мастерицы нашей Республики подготовят свои работы. Мы проведем дефиле, и дефиле это проведем в формате театрализованного шоу. Очень важно показать нам направление кино, потому что сегодня наш регион становится одним из лидеров развития регионального кино, потому что сразу несколько фильмов были представлены в этом году. Один из них, «Испытание аулом», сейчас выходит в широкий прокат уже по всей стране. И как раз с помощью кино-то мы и сохраняем наши традиции, сохраняем нашу культуру, и отдельный кинозал будет отдан нам несколько раз в году на целый день, чтобы все зрители могли все три полнометражные картины, плюс еще короткометражки, которые у нас есть, посмотреть. Ну и отдельно, конечно, расскажем о том, что мы делаем вместе с Министерством туризма. Это в отдельном павильоне будет проходить дегустационный блок, где жители Москвы, гости Москвы смогут еще и попробовать нашу национальную кухню. Отдельно еще отмечу, что помимо дня региона, который будет общий, такой насыщенный, мы проводим и дни всех пяти системообразующих народов нашей республики. И уже внутри каждого из дней будет такая же схожая программа, где будет показана и культура, и искусство конкретного народа, мастера, какие-то материалы выставочные, которые относятся конкретно к наследию этого народа. Таким образом, мы планируем вместе с такими общими днями, государственными праздниками, которые тоже будут отмечаться, до 10 выездов в Москву на эту выставку направить, где будут особенные мероприятия. А сам наш павильон будет работать все эти месяцы с ноября по апрель. Бах, Лизгинка и русские народные танцы на одной сцене. В Московском международном доме музыки стартовал 20-й фестиваль «Москва встречает друзей». Организован он благотворительным фондом Владимира Спивакова для демонстрации успехов юных талантов из России и других стран. В числе приглашенных ансамбль «Карча» из Карачаева, Черкесии. Подробнее расскажет Дарья Тендит. В этом году фестиваль празднует юбилей и проходит с особым размахом. По доброй традиции старт фестивалю дал грандиозный галоконцерт в Светлановском зале Дома музыки. Перед началом вечера маэстро Владимир Спиваков поблагодарил и поприветствовал гостей и участников фестиваля. Я очень рад вас всех видеть. Спасибо большое. Считаю фестиваль открытым. Я уверен, что у вас ждут впереди нежные, удивительные и незабываемые встречи с детьми. Открытие 20-го фестиваля состоялось в Международный день музыки. В первом отделении концерта лучшие детские хореографические коллективы России представили яркие танцевальные номера. Среди них ансамбли из Москвы, Элисты, из Северной Осетии, Алани, Крачаево-Черкесии и Дагестана. Более 60 регионов России и 18 стран мира принимают участие в юбилейном 20-м фестивале. Ансамбль «Карча» из Карачаева-Черкесии участвует уже на протяжении 10 лет. Каждый год они привозят разнообразные яркие номера, отображая в них традиции народов нашей республики. В этот раз вокально-хореографический ансамбль представил танец с барабанами, ритмы гор. Художественный руководитель коллектива – народная артистка Карачаева-Черкесии Тамара Уртенова и народный артист Карачаева-Черкесии, главный балетмейстер ансамбля Чура Узденов. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Но мы приезжаем уже сюда почти 10 лет. И вот каждый раз, когда приезжаем сюда, вот такой праздник. Организаторы организовывают это все на высочайшем уровне. На таких фестивалях весь мир приезжает к ним. К тех стран только они приезжают. И мы должны представлять себя достойно на таком уровне. Просто прекрасное место и прекрасный фестиваль. Дети, выходя на сцену, наделяются полномочиями представлять широкой аудитории свой труд, свое творчество, свой край своих педагогов. Это высокая социально-культурная миссия, которая возлагается на детей в раннем возрасте и далее проносится ими через всю творческую жизнь. Хотелось бы выразить огромную благодарность фонду Владимира Спивакова за предоставленную возможность выступить на большой сцене, показать традиции своего народа, показать все тонкости игры на барабане. И каждое такое мероприятие проходит очень трепетно. Я горжусь тем, что я могу показать традиции своего народа. Миссия фестиваля – привлечение внимания к талантливой молодежи и духовному развитию нации. Плодотворное развитие духовных и культурных связей способствует углублению доверию и взаимопонимания между народами. Потрясающе построено, придумано здорово, что это все как бы танец с барабанами, что обыгрывается этот ритм, да, бешеный, сумасшедший, такой живой, бьющийся сердцем ритм гор и ритм вашей замечательной республики. Такой живой, такой теплой, такой солнечной, такой яркой. И дай Бог, чтобы в народе и у вас была такая же жизнь, солнечная, яркая и настоящая. Вторая часть концерта резко контрастна первой. Вместо народной музыки – академическая живая игра оркестра и солистов. Совсем юные пианисты, скрипачи и другие музыканты под дирижированием Спивакова выступили на сцене Светлановского зала совместно с виртуозами Москвы. Для зрителей данное мероприятие является знаковым и красочным. Сочетая в себе разнообразный репертуар, получилась яркая кульминация всего вечера, объединившая творческие дарования из разных регионов страны. Дарья Тендит, Вести Карачаева, Черкесия, Москва. В День защиты бездомных животных в реабилитационном центре «Белый клык» прошла акция «Добролапы-09». Её организовали представители проекта «Навигаторы детства» и «Волонтёры». Они привезли в госпиталь годовой запас корма для животных и многие другие подарки. Постояльцы приюта очень тепло встретили гостей. Данную благотворительную акцию поддержали многие люди и школьники, и студенты. И главная её цель – помочь бездомным животным найти хозяев, ведь тысячи пушистых друзей в поиске нового дома. Также благодаря таким поступкам участники акции показывают детям о заботливом и бережном отношении к животным. Единственный в Карачаево-Черкесии реабилитационный центр «Белый клык» создал для больных, раненых животных комфортные условия содержания и взял на себя ответственность за братьев наших меньших. Спашем животных вместе! Собаки, наверное, нуждаются больше всего в доме. То есть собаки живут в госпитале, в приюте, то есть здесь они проходят лечение, уход, но всё равно, если человек их заберёт домой, то у них будет больше возможностей быть счастливее и прожить свою жизнь в любви и заботе. Доброта должна быть в каждом сердце. Мы должны помогать бездомным животным. Это же наши младшие друзья. Не так собака, не так кошка, может быть, приласкаться, обнять, душевное тепло отдать, как некоторые даже люди. Животные намного добрее, чем люди. Все откликнулись, все откликнулись. Каждая гимназия, каждая школа, каждое учебное заведение, без разговоров, сиюминутно. Только мы дали клич, все откликнулись сразу же. И принесли не по одной, не по две, не по три пачки корма, а приносили в большом объёме. На этом субботний выпуск «Вестей» подошёл к концу. Приятных вам выходных и всего доброго.